Привет, друзья! Компот из вишни и абрикосов на зиму это кусочек яркого лета в ваших банках. Натуральный, насыщенный и очень-очень вкусный. Так что давайте вместе с вами сегодня его и приготовим. А для этого мне потребуется взять абрикосы и вишню. Абрикосы и вишню хорошо промываю под проточной водой. Далее необходимо из абрикосов удалить косточку. Делается все здесь элементарно просто и быстро. Банки для этой заготовки я обязательно стерилизую, а крышки кипячу. Сегодня консервировать компот я буду в банках объемом полтора литра. Итак, в каждую банку я кладу абрикосы и вишни. Друзья, все ингредиенты и их количество будут прописаны под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Подготовленные банки заливаю до самого верха крутым кипятком, прикрываю крышками и оставляю чтобы они постояли на столе 20 минут. Этого будет достаточно. Через 20 минут эту воду из банок сливаем уже в кастрюлю. Воду слили, начинаем добавлять сахар. Итак, друзья, на одну банку объемом полтора литра добавляем 5 столовых ложек с горкой сахара. Так как у меня три банки, значит 15 столовых ложек сахара мы добавили в кастрюлю. Все хорошо перемешаем, отправим на плиту воду и как только она закипит горячей водой с сахаром заливаем банки до самого верха. Закрываем плотно герметично крышками, проверяем, чтобы крышки не пропускали. После этого банки перевернем, дадим им постоять некоторое время и убираем в кладовку. Друзья, такая заготовка отлично хранится всю зиму при комнатной температуре. Обязательно приготовьте такой компот. Я надеюсь, этот рецепт вам понравится и сохранится в вашей копилочке. А вам всем хочу пожелать вкусных заготовок на зиму. Готовьте, как я, готовьте лучше меня. И мы с вами встретимся в следующем видео. Кстати, в этом году у нас с вами будет очень много вкусных разнообразных заготовок. Так что не пропускайте мои новые видео. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья!